МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время для новостей Донбасса. В студии Сергей Грунов. Здравствуйте. Полсотни обстрелов и работа тяжелого вооружения. Боевые действия ведутся вдоль всей линии соприкосновения. По данным СНБО, под минометным огнем в минувшие сутки оказались окрестности Красногоровки, Марьинки и Широкина. В районе Луганского стреляли из БМП, в Песках из снайперских винтовок. Наиболее неспокойно вблизи Троицкого на Луганщине там применялась тяжелая артиллерия. День памяти в Мариуполе. Горожане вспоминают трагедию двухлетней давности. В январе 2015-го самый густонаселенный микрорайон города Восточный попал под обстрел из Градов. Тогда в жилых кварталах разорвалось около 120 снарядов. Погиб 31 человек, 117 получили ранения. Панихида в храме равноапостольного князя Владимира и митинг-реквием у обелиска жертвам необъявленной войны. Память 31-го погибшего во время обстрела микрорайона Восточный в январе 2015-го почтили минутой молчания. На 60 секунд в городе включили сирены. Мария Цибенко тогда потеряла подругу. Вспоминает, в субботнем утром женщина отправилась в гости к детям. Снаряд разорвался совсем рядом. Выстрелы, дым, загорело все вокруг. Скорые ехали. Сирена была. Страшно, конечно, все разорвается в середине. Такое пережили, конечно, страшно. Дай бог, чтобы никогда не повторилось, это и не было. Юлия с мужем приехала на Восточный через несколько минут после обстрела. Вывозили раненых, раздавали горячее питание. Говорит, тогда Мариуполю помогала вся Украина. В первый же день приехала машина из Черновцов, или во второй день приехала машина из Черновцов, из-за Львова. И шла гуманитарная помощь отовсюду. Везде неравнодушные люди оказывали помощь пострадавшим. Простые люди, которых мы сегодня называем волонтеры, врачи, спасатели, металлурги, коммунальные предприятия. Все были здесь, у кого болело. Мы вместе восстановили все то, что было разрушено. Силами городообразующих предприятий в короткие сроки восстановили жилье, школы и детские сады. Мы будем все дополнить этих людей, знать, что тогда Мариуполь не просто защищался, тогда Мариуполь защитил всю Украину. В первые часы после трагедии из микрорайона Восточный вывезли 60 тонн битого стекла. В некоторых квартирах до сих пор нет окон. Это значит, что хозяева выехали и не нашли в себе силы вернуться домой. Восточный по-прежнему остается самым густонаселенным жилым массивом Мариуполя. Но мирной жизнь здесь не назовешь. Грохот канонады из Широкина и Водянова доносится каждый день. Слышь. Страшно? Нарезаю. Это сразу начинается воспоминание того, когда падали снаряды. И неизвестно, прилетят они сюда или куда они полетят. У меня двое деток. Это со мной было. И слава богу, что в списке сегодня в панихиде не читали наших имен. Мариупольцы говорят, единственный способ избавиться от страха – мир. Татьяна Уралова, Александр Давиденко. Специально для телеканала «Донбасс». Наркоплантация в частном доме. Житель Краматорска на окраине города выращивал, сортировал и продавал марихуану. Предприимчивого агронома разоблачили полицейские. Что грозит наркодилеру, расскажет Алексей Куделя. Оперативники Краматорского отдела полиции нагрянулись с обыском внезапно. В одном из заброшенных домов на окраине города они обнаружили более килограмма марихуаны и два десятка кустов конопли. Хозяин подошел к производству наркотиков профессионально, регулярно удобрял растения и даже соорудил умную систему освещения. Вы их удобряете, да? Да, удобряю. Свет здесь никак не получится включить? Свет здесь только по таймеру включается, это надо завозить на чердак. Марихуану мужчина сушил и сортировал прямо в доме. Полученные наркотики аккуратно расфасовывал по разным контейнерам. Это все конопля, правильно? Да, это все конопля. Объясните, пожалуйста, почему она в отдельных у вас контейнерах? Потому что это разные сорта. О том, что в этом доме выращивают марихуану, соседи даже не подозревали. Да я его вообще недавно знаю. Своего соседа, конечно, я знаю, но хорошо, он нормально. Олег. А вот это первый раз слышу. Может, и было. Это надо, ну, патрулей спросить. В полиции нам рассказали, что 45-летний кроманторчанин уже привлекался к уголовной ответственности за кражи, но с наркотиками не попадался ни разу. Выйти на его след было непросто, ведь мужчина умело конспирировался. Искать его было достаточно проблематично, потому как в своей деятельности использовал различные меры конспирации. Полных анкетных данных его не было известно. Человек представлялся под вымышленным именем. В связи с этим был задействован агентурный аппарат, были задействованы оперативно-технические мероприятия, вследствие чего данный человек был установлен в местонахождение, и вследствие чего был пройден успешный обыск. Кроме готовой к употреблению марихуаны, у нарко-агронома правоохранители нашли десятки тысяч семян. Меру пресечения подозреваемому суд еще не избрал. Если его вину докажут, мужчине грозит минимум 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Алексей Куделя, Игорь Монастырев, телеканал Донбасс. Контрабанду мобильных телефонов пресекли на пункте пропуска Майорск. Товар на сумму более 40 тысяч гривен обнаружили пограничники. Мужчина пытался провести гаджеты и аксессуары на неподконтрольную территорию, спрятал их под обшивкой автомобиля. Во время проверки водитель нервничал. Это и насторожило пограничников. Они провели тщательный досмотр и изъяли незаконный груз. Зачастую именно эмоции выдают неопытных контрабандистов, отмечают пограничники. Прикордонный наряд принял решение о погиблении данного авто. Далее, согласно инструкции данного водителя, как порушника и выявленную заходку, установленным порядком передано Державной фискальной службе. Хочу зауважить, что данные случаи у нас трапляются регулярно, но граждане все равно пытаются что-то приховать в своих автомобилях или в особенных вещах и перевезти через линию размежевания. Ездить на пассажирском транспорте станет безопаснее. Полиция Донецкой области совместно с представителями Укртрансбезопасности будет тщательно проверять всех перевозчиков. О первых результатах рейда Светлана Павлюкова. Славянские полицейские начали рейд с автовокзала и сразу составили четыре протокола. В первую очередь обращают внимание на техническое состояние транспортных средств. Выявлены два автобуса с неисправным аварийным выходом, что является грубым нарушением правил дорожного движения, а также с установленными разными шинами на одной оси автобуса, что является также очень грубым нарушением правил дорожного движения, тем более в такую погоду. Водители автобусов считают, что такие проверки необходимы. Говорят, на дорогах много нелегальных перевозчиков. Много машин технически неисправных ездят. Да и левых много водителей ездят, которые не дают нам нормально, спокойно работать. Ни страховки, ничего, у нас же всё официально, всё по билетам, всё, медицину проходим, обслуживание автомобиля полностью. Техническое состояние проверяется. То есть резина, всё в порядке, течки, ну всё. Статистика прошлого года неутешительная, говорят полицейские. В результате ДТП с участием пассажирского транспорта пострадали более 40 человек. Один погиб. 14 аварий произошло по вине водителей автобусов. Таких проверок не хватает. Перевозчики начинают филонить, автобусы выезжают на линию в технически не совсем исправном состоянии, а это безопасность пассажиров. Автобусы и маршрутные такси проверят по всей Донецкой области. Операция продлится до 1 февраля. Светлана Павлюкова, телеканал Донбасс. Её тело искалечила война. 13-летняя Дарья Базылева была ранена во время обстрела микрорайона Восточный в Мариуполе. Девочка получила тяжёлую травму спины и пережила сильнейший шок. Два года ей помогали психологи и реабилитологи. Как сейчас чувствует себя Даша, узнавали наши корреспонденты. Вот её любимая поделка, которую она любит. В комнате Даши настоящая выставка. Впервые за два года девочка достала из коробок все свои изделия. Когда-то с мамой они мастерили крошечные деревья. Мечтали о большой коллекции. Но их планы, как и тысячи других жителей микрорайона Восточный, нарушила война. 24 января 2015 год. В Мариуполе называют «Чёрной субботой». Утром жилые кварталы накрыли грады. Погиб 31 человек. Ранены более сотни. Среди них Даша Базылева. В собственной квартире на неё обрушился потолок. Я вот тут стояла и всё вот сюда упало. И несколько камней на спину упало мне. Трагедия произошла на глазах старшего брата. Данил не скрывает. Первая мысль была – это конец. Смотрю в дым и не вижу всего этой сестры. Естественно, я испугался, начал её звать. Она ответила, мы зашли в ванну, начали молиться. Даша испытывала жуткую боль. Дети выбраться из квартиры не могли. Куски бетона завалили дверь. Их вызвалили соседи и отвезли в больницу. Медикаментами помощь нам сразу предоставили. Ничего не потребовали. Сразу видно было, что вот с фунта Рената Ахметова. Девочка прошла необходимый курс лечения, но ехать домой отказывалась. К нормальной жизни её вернули психологи штаба Ахметова. А этим летом, наряду с десятками других ребят, она прошла курс реабилитации по специальной программе в одном из санаториев Украины. Спина перестала так сильно болеть. Массаж делали, помогло. Передаю большое спасибо Ренату Леонидовичу за то, что сделал такую помощь. Помог. Было приятно. Здравствуйте. Я за гуманитарный штаба подарки привез. Дашу продолжает поддерживать гуманитарный штаб. В новогодние праздники с поздравлениями пришли его представители. Вручили мягкую игрушку и сладости от Рената Ахметова. Всего в этом году подарки к новогодним праздникам получили 140 тысяч ребят на Донбассе. Война продолжается. Люди нуждаются в какой-то помощи. Ну пусть материально, физически, даже психологически. Ренату Леонидовичу очень огромное большое спасибо за те чувства, которые он чувствует к нашим людям. В день трагедии Базылевы идут возложить цветы к памятнику. Он установлен в центре микрорайона. Здесь оборвались жизни мирных жителей. Тяжело, тяжело вспоминать это все. Возлагают цветы и просто молчат. Вспоминают погибших и молятся. Только об одном. Чтобы этого не повторилось. Татьяна Блинова, Оксана Корчмай, Евгений Якунин. Телеканал Донбасс. Смерть из-за наушников. В Киеве молодой парень попал под поезд. Он не услышал приближающийся состав из-за громкой музыки. Это уже вторая подобная смерть за январь. За минувший год их счет идет на десятки. Как носить наушники в городе так, чтобы не рисковать жизнью, расскажет Юлия Доброскок. От музыки не отказывается, но слушает ее теперь Елена в половину громкости. Говорит, жизнь научила. Из-за наушников девушка когда-то едва не лишилась ноги. Роков 7 тому у меня гучность была где-то 5% 90% от того, что было забыто в телефоне. И на самом деле просто шла по двору в себе. И машина, так само в зиму, немного не справился водой с керуванием. Константин знает о наушниках все. Говорит, сейчас в основном покупают вот такие, вакуумные. То есть вы их одеваете и внешний звук к вам не попадает. Алексей именно за такими и пришел. Объясняет, нужны для работы. Если в помещении сидите, там где мне ничего не загрожает, прекрасно. Они блокируют внешний звук даже на маленькой громкости. Это то, о чем мы говорим. Человек нас не слышит. Я заработаю максимальную гучность. Поволокайте за мной. Я думаю, вы нам не відповістили. Я вас не чую зараз. Но самыми безопасными для городских прогулок оказались вот эти, которые называются вкладыши. Простые, дешевые. Они плохо прилегают к уху, но могут спасти жизнь. У них меньше звукоизоляция, поэтому они не такие распространенные. Сейчас вообще очень мало уже вариантов. Специалисты напоминают, безопасная для человека громкость в 40-50 дБ. При 60-ти вы уже не слышите автомобиль, который будет ехать от вас на расстоянии метра. А при 90-то – поезда. Юлия Доброскок, Евгений Овсиенко. Специально для телеканала «Донбасс». Наш выпуск на этом окончен. Время новостей Донбасса продолжает следить за развитием событий. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова